Опа-на! Кажется, у меня на аккаунте появился новенький Бравлер Сэм! Это, конечно же, а ему пенно, потому что прям за ним сразу же ещё и появляется новенький скин на него! Цезарь Сэм! И давай мы с тобой узнаем, как же они появились в Бравл Старсе! Ведь у нас уже появилась самая настоящая история! Да кого-то худшее время года, да кого-то худшее. Я лично люблю осень, на арене шёл дождь. А напиши в комментариях, а какое твоё любимое время года? Лично я думаю, что у меня, наверное, всё-таки лето. Мне нравится, когда тепло, можно купаться в море, загорать на солнышке. Ну и твои комментарии я, конечно же, тоже все прочитаю. На улицах из-за этого никого не было. Нифига себе! Невероятно, атмосфера... Кажется, в Бравл Старсе тоже у вас немножечко льёт дождик. Думаю, вы не забыли, как она почти что ограбила банк арены. Да, это было дело. Если бы не Абер и покойный Гавс, она бы это сделала. Но Белль давно не такая. Но не получилось, не портанула. Возвращаться к своему прошлому не собирается. Хотя девушка вспоминала хорошие времена. Хорошие? Она вообще-то чуть Бравл Старс не ограбила. Нифига нехорошо. До того, как потеряла руку и узнала об арене. Руку потеряла? А я такого что-то даже не припоминаю. Некоторое время она работала с партнёром. Звали его Сэм. Что? Сэм Бронсон. Белль восхищалась и мы испытывала... Ещё даже такого не знаю! Но в какой-то момент их дороги разошлись. И больше она его не видела. Эх, ну ладно. Были же времена. Под дождливую погоду девушка вспоминала своё прошлое. Спустя часы дождь наконец закончился. Белль устала сидеть дома и решила выйти на арену прогуляться. Девушка гуляла по улицам и дышала свежим после дождя воздухом. А, да? Уже дождя хочется, ну хотя бы так. Но тут девушка услышала какие-то взрывы. Кто пришёл? Что происходит? На арену кто-то напал? Что в смысле? Девушка побежала к месту взрыва. Ники быстрее! Пока она дошла до места, никого не было. Но Белль увидела расчленённых роботов. Кто такое мог сделать? Кажется, их кто-то живёт, но... На место происшествия пришли некоторые бравлеры. Они подумали, что это дело рук Белль. Подставили. Но она сказала, что сама прибежала на звуки. Если бы девица опоздала, то возможно, что все роботы были бы уничтожены. А сейчас они что, в целости и сохранности, хотите сказать? Их как бы тут и так немножечко по частям всех раскидала. Белль всё крутила у себя в голове. Но не могла понять, кто это мог сделать. Правда, шевернулась домой и сев на диван обдумывала, кому могли мешать роботы. Как тут она услышала звонок в дверь. Это кто? То она пришёл, открыв дверь и увидев его. Сэм? Она не могла поверить глазам. Покажите быстрее! Это же Сэм Бронсон! Она обняла его и просто не могла поверить, что всё это наяву. То есть это всё оказался её бывший друг. И он наконец-то вернулся! Стоп, подождите, это что получается? Он что-то робота сломал? Он сказал, что очень рад видеть её! Вот это сюрприз! Ага! Давайте я вам расскажу немного про него. Сэм родился в очень бедной семье. Его родители ничем не могли обеспечить его. Итогом стало то, что его отдали в детдом. А, даже так! Он понял, что его единственная надежда, он сам. После исполнения 18 лет его выпустили из детдома. Мне даже на самом деле стало его как-то немножечко жалко. Но я думаю, что мы с тобой вместе, конечно же, сможем его обрадовать. Нужно всего лишь поставить лайк на это видео. Поэтому давай лайкосик обязательно ставь. И так началась его история ограбителя. А. Где они и познакомились с Белль при ограблении одного и того же банка. Они сели. И Белль спросила, откуда он узнал, что она на арене. Кажется, он за ней следил. Сэм рассказал, что услышал от знакомых о её появлении на Брабу Ларене. А, вон она что. А потом часто видел девушку по телевизору. В смысле, а что, Бравлеров ещё по телеку, что ли, показывают? Нифига себе! Такого я не знал! И вот, наконец, нашёл время приехать к ней. Белль спросила. Он всё ещё занимается грабежами. Наступила тишина. Кажется, да. Но через мгновение сам ответил, что нет. Он давно завязал с этим. И теперь работает грузчиком на складе. А почему он тогда молчал? Старик также добавил, что у него отпуск на неделю. Чё-то у меня есть такое предчувствие, что он нас чуточку обманывает. Тебе так не кажется? И все эти семь дней он будет на арене. Ему хочется посмотреть на бои девушки и вообще познакомиться с другими Бравлеров. Кажется, он тоже станет одним из Бравлеров. Она так скучала по нему. Девушка не понимала, но что-то чувствовала внутри. Сердце билось быстрее. Что-то странное. И у него до сих пор остались чувства к Сэму. Так Сэм и Белль болтали до самой ночи. Уже пора было спать. Сэм сказ... Так она чё, в него влюбилась, что ли? А я такого даже сразу и не понял. Он сказал, что поспит тут на диване. А Белль пусть идёт в свою комнату. Они пожелали друг другу спокойной ночи. И девушка ушла. Нет. Не-не-не, чувак. Что он собирается делать? Он хочет её ограбить. Так это ты уничтожил роботов. А-а-а-а. Но зачем? Чё-то я не понял. Что происходит? Наступило утро. Белль проснулась и, прийдя к Сэму, увидела, как он сладко спит. Да, молодец. Она опять испытывала к нему чувства. Но что он делал этой ночью? Мне кажется, какие-то прям очень нехорошие вещи. Хотелось просто подойти и расцеловав его, разбудить. Зачем они просто бывшие партнёры? Спустя час Сэм проснулся. Белль приготовила ему завтрак. Нифига себе завтрак, я такой же хочу. Нужно покушать, а потом выйти погулять по арене. Сэм спросил, а не надо ли девушке идти на сражение? На что она ответила, что решила взять отпуск, чтобы побыть с ним. Нифига себе, вместе со своим другом. Так, по завтракам они гуляли по арене. Белль показывала ему местную красоту. Как ты реально, Брау Старс прям очень красиво выглядит. Тебе так не кажется? Тут, например, бойцы снимают фильмы или же рекламу для брендов. Сэм увидел статую и спросил, зачем она тут. Белль сказала, что после легендарной драки Фэнга и Эдгара построили статую в честь того, что они тут стали братья. Я такого не видел. Как тут прогремел взрыв. Белль испугалась. Что происходит? Опять фабрика роботов. Они пришли на место и увидели скопление бравлеров. Все было уничтожено. Кто же это сделал? Это ее друг. Он отметил, что все было разрушено еще до взрыва. В смысле? Как это? Кто-то специально установил тут бомбу после того, как все тут уничтожил. Ааа, прям так? Он что, еще и бомбу что ли скрафтить может? И это сделали ночью. Когда сюда пришли бравлеры, бомба автоматически взорвалась. Это было сделано, чтобы убрать с преступника следы. Это сделал Сэм. Вот это головоломка. Капец. Сэм сказал, что очень сочувствует. Как вам сказать, что это сделал вот этот вот чувак? Потому что они сейчас вообще ничего не понимают. И хочет как-нибудь помочь. Ворон посмотрел на него. И спросил, кто это такой. Белль представила его. Но Ворону Сэм совсем не понравился. Не-а, кажется он догонался. Сэм показал это своим взглядом. Белль увидела, как Ворон смотрит на Сэма. Она сказала, что им пора. Так они ушли. И поскорее. Сэм сказал Белль, что очень взволнован произошедшим. И хочет помочь. Белль была опущена его. Помог уже, блин. Помочь Арене. Она с каждым днем все больше влюблялась в него. Ох, это очень плохо. Надеюсь, они хотя бы все-таки узнают правду. По пути они встретили Байрона с одним роботом. Когда-то, кстати, Белли к нему испытывала чувства. Но сейчас для нее Сэм на первом месте. Девушка познакомила двух стариков. Байрон был рад ему. Нифига, какой седой. Он почему-то чувствовал тревогу. Сэм в ярости посмотрел на робота. Старик это заметил. Он спросил, в чем дело. Кажется, робот его узнал. Ну, либо просто Сэму прям очень сильно не нравятся эти роботы. Белль поинтересовалась. Зачем ему этот робот? Байрон ответил, что помогает Арене. После всех взрывов Арена потеряла тонну денег. Так он что, еще и роботов лечить получается может? Да уж, такого я не ожидал. И он решил купить одного из роботов по скидке, чтобы помочь Бравлу. Ну, ладно. Теперь этот робот с ним. Он помогает ему по дому и составляет компанию. Сэм больше не мог терпеть робота. Он сказал Белль, что хочет домой. Та удивилась. Че-то как-то на роботов он прям очень сильно злится. Они же недавно вышли. Но он настоял и они ушли. Вернувшись домой, они сидели за столом и болтали. Белль уже была без ума от Сэма. Она пыталась намекать ему о чувствах. Но он не понимал или не хотел понимать. Уже было поздно. Белль не хотела идти спать. Но Сэм сказал, что пора. Это сейчас будет. Девушка ушла. А Сэм же встал. И собирался идти на внеплановую миссию. Ты никуда ты не пойдешь. После которого он планировал сбежать из арены. Не понял, чувак. А зачем ты хочешь это сделать? Ладно, надеюсь, что мы это еще узнаем. Это значит, что была первая часть истории. Если не хочешь пропустить вторую, обязательно подпишись на мой канал. И не забудь посмотреть еще и предыдущее видео. Потому что оно тоже было очень интересное. А здесь мне даже как-то стало немножко страшно.